Во Франзилуце снова скандал. Часть сотрудников хлебокомбината протестовала против состава избранного сегодня админсовета. Люди пожаловались, что также пытались делегировать человека, который будет представлять там их интересы. Однако кандидатуру на голосование не выставили, поскольку подписи были признаны неподлинными. Они также обеспокоены тем, что нынешнего в Рио гендиректора могут уволить. Заявления последовали после того, как на общем собрании акционеров был утвержден новый регламент о проведении конкурса на вакантную должность. Протест сотрудников начался после того, как выяснилось, что человек, которого они предложили в админсовет предприятия, даже не прошел голосование. Недовольные вновь избранными членами совета, десятки рабочих долгое время пробыли у входа в здание. Некоторые протестующие присутствовали на общем собрании акционеров, но в знак несогласия оттуда ушли. Род акционарисы, вот есть просто контр, я в кандидатуре и экскурсии. Пусть включат в список госпожу Шишиян. Она должна быть в составе административного совета, но в списке ее нет. Это наш представитель от предприятия. Там значится непонятно кто, какие люди из каких-то сел, которые решают нашу судьбу. Мы не согласны с таким советом. Председатель админсовета в свою очередь пояснил, почему кандидатуру, предложенную протестующими, исключили из списка. Кандидатура со стороны миноритарного акционера была отклонена, поскольку некоторые члены совет указали на наличие подозрений в том, что подписи были подделаны. Совет принял ее кандидатуру с определенными условиями. Подписи должны были быть подтверждены, и на это дали несколько дней. Но, к сожалению, не было убедительных причин, чтобы совет остался убежден и утвердил ее кандидатуру. Помимо избрания новых членов админсовета, в повестке дня также значилось и утверждение регламента о конкурсе на должность гендиректора. Люди пришли поддержать временного руководителя предприятия Виктора Маткова и выразили опасение, что агентство публичной собственности его уволит и предпримет очередную попытку назначить другого директора. Мы давно с ним работаем. Он совестливый, компетентный человек, поддерживает нас, старается, чтобы у нас была работа, чтобы мы могли жить. Мы вышли сюда поддержать господина Маткова и наше предприятие. Мы и так в кризисе. Сотрудники вывесили этим утром и транспарант, на котором выразили недовольство решением организовать конкурс на должность директора. Они говорят, что являются акционерами и имеют право проголосовать и выбрать руководителя. Хотя им и обещали, что в составе административного совета будет и человек, предложенный группой сотрудников, собравшиеся у здания работники, все равно освистали выходящего представителя Минсельхоза. Общее собрание акционеров продолжилось в отсутствии работников, владеющих 45% акций предприятия, а участники проголосовали по остальным вопросам повестки дня. Утвердили в том числе и регламент проведения конкурса на должность генерального директора Франзилуца. В нем примет участие и временный руководитель предприятия Виктор Матков, отметил госсекретарь Минсельхоза. А у Франзилуца на 55% принадлежит государству, представленному агентству публичной собственности.